друзья приветствуем вас с вами канал саша оксана usa сша вы путешествуете вместе с нами сейчас мы едем по городу питтсбург штат пенсильвания большой город я думаю что где-то 300 400 тысяч без пригородов вы можете загуглить и открывается вот такой прекрасный вид прекрасный вид на даунтаун город питтсбург штат пенсильвания левой стороны держимся будем смотреть здесь внимательно на развил очки потому что потому что очень-очень большие развилки промахнулись по-моему или нет тут очень громадные развилки друзья но если промахнемся поедем на вернем круг и вернемся последнее время уже даже и не парюсь лучше потерять время и тебя навигатор через какое-то время переложит маршрут не правильно даже едем отсвечивает солнышко про авто сильно первый раз едем до первый раз проезжаем питтсбург могу что сказать громадный город громадный город тут он слева остался мы сейчас до будем въезжать он слева но мы сейчас въедем все равно по мосту по моему 300 тысяч населения без пригородов а налево нам налево и по моему с пригородами если я не ошибаюсь в районе что-то трехсот там четырехсот тысяч без пригородов и миллион двести друзья миллион двести с пригородами миллион двести с пригородами 2 по величине город в пенсильвании я так подозреваю что первый город по величине это филадельфия мы съездили из вирджинии через всю страну штат юта купили там грузовой большой вэн самый большой какой только есть и едем из юты обратно вовремя оксана мне подсказала вот проехали знаменитый даунтаун очень красиво очень красивый город друзья вон он целево акцентом даунтаун к сожалению на камере не видно на развилке держитесь правой стороны хорошо купил по случаю держатель в дороге а он как бы не вращается вот только прямо да здесь река здесь прям с корабликами здесь самый центр и большая очень река не знаю что за река только как бы успел прочитать что так мы прямо на что на слиянии двух рек и образует потом когда две реки сливаются образует реку Охайо Охайо по-моему если не ошибаюсь две реки образуют сливаются здесь где город стоит и образуют реку Охайо Охайо незнакомая местность еду собрал сзади себя уже раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь машин ну ничего здесь все очень очень хорошо относятся с пониманием а вот он пишет you мне сказал over the speed limit типа я нарушил speed limit так что нормально вот справа церковь православную напоминает слева напоминает Нью-Йорк скалы такой очень-очень живописный гляньте там как частный сектор а с левой стороны там все высотки и даун-даун был деловой сектор слева деловой а справа жилой там как бы больше река мощная справа идет по всему городу и мосты перекрываем мосты вот довелось проехать Питтсбург хотя бы вот как посмотреть что это такое Питтсбург вы знаете друзья если я всегда как бы присматриваю местечко где бы осесть где вы могли бы жить мне очень знаете ну надо мной уже домашние смеются Оксана Кристина жена дочь смеются сейчас говорит будет любимая папина фраза это когда я вижу хорошее место ну на мой вкус по жилью или хороший автомобиль то я с очень серьезным задумчивым деловитым видом прямо по-моему это съезд говорю ну я бы здесь себе домик купил бы я бы себе здесь домик купил бы а когда машину вижу хорошую которая нравится говорю ну я бы себе такой вот это автомобиль который я себе хочу купить но они у меня потом меняются проходит месяц уже что-то да уже что-то такое и такой знаешь знаете так стою в пробке говорю вот вот эта машина хорошая реально вот это вот реально хорошая машина а Оксана говорит да что-то и остальные неплохие и смотришь так направо налево и один автомобиль лучше другого ну просто они могут быть разного класса но очень много хороших автомобилей люди себе позволить могут кредиты небольшие проценты так что вот так вот мы проехали с вами друзья даунтаун города Питтсбург второй по величине город штата Пенсильвания а первое это я так понял Филадельфия на холмах расположен на холмах вокруг живописные горы тоже обрамляют две реки сливаются в одну Огайо образует реку Огайо очень какой-то город светлый вот произвел на меня впечатление светлого города такого очень как на картинке на рекламной справа вот там не видно но справа там частный сектор мощный такой река красивая прям такая прям спокойная вот где мы едем там слева скалы напоминают выходят на поверхность небольшие напоминают Нью-Йорк чем-то Вашингтон город очень красивый такие виды открываются все время на холмах еще город и вокруг горы и много таких видуаков как бы мостов трасс проходит по высоте и вот ты едешь постоянно вон смотри какой небоскреб стоит такие все время виды очень живописные для фотографа здесь раздолье очень красиво что еще сказать сегодня какое не помню потерялись мы во времени по-моему шестое октября понедельник 2020 года температура воздуха за бортом 59 градусов по фаренгейту компьютер показывает на машине переводим в цельсии всегда вычитаем 32 59 минус 32 27 делим пополам 13 с половиной и к оставшемуся числу прибавляем еще одну десятую часть этого числа ну 13 с половиной грубо говоря плюс полтора 15 градусов 15 градусов яркое солнце и мы потихонечку пока еще зелень еще есть зеленый зелень но уже появляются краски осени уже желтые деревья и вот красные появляются но пока еще вот так солнечно тепло спрятая справа такие идут town town house или двухэтажные нет на одну семью на одну семью на одну семью на Англию напоминаете вот визжаем в какой-то тоннель очень живописный город типа чем-то напоминает нью-йорк чем-то напоминает вашингтон только наверно в разы чище чем нью-йорк мне кажется поспокойней поменьше добавить вы знаете что водителя еще как бы я еду медленно 40 миль в час сейчас поехал ехал 50-40 побыстрее ну вроде ни разу мне никто не бибик ну как бы но я понимаю что это противозаконно бибикать но бывают случаи бибикают конечно мне в городах больших когда ты въезжаешь нетерпеливо там бибикают машут рукой да здесь вообще такого в пицбурге ни разу никто ничего пока как говорится тьфу тьфу но вот водителя я хочу сказать нормальные получаются в нью-йорке друзья вы не соскучитесь вас сто раз бибикнут 200 раз обматерят но умышленно никогда не подрезают не будут вас учить жизни там обгонять вас там что-то жать на тормоза перед вами никогда такого нет по очень простой причине мы с дочкой поговорили еще пять лет назад говорим а почему так в первый приезд наш она говорит а потому что здесь все очень просто по закону и без эмоций обгонишь подрежешь обматеришь явно ну то есть явная агрессия открыл окно что-то стал орать там например или там обогнал подрезал по стопорям ударил там да учишь жить